Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Таких тем, как тема Astra сейчас на рынке, огромное множество. Но Astra в принципе можно выделить на фоне многочисленных разработок. Она выделяется тем, что несмотря на то, что у нее достаточно богатый функционал, гибкие настройки, она сохраняет свою скорость. Сейчас в наше время скорость сайта это самая важная задача. Сделать сайт такой, как нам нужно, но при этом сохранить скорость. К сожалению, большинство красивых популярных тем достаточно тяжелые, потому что помимо тем мы используем еще и конструкторы, и магазин. Сам WooCommerce сам по себе, вот голый как он есть плагин, он сам по себе тяжелый. Если мы еще ставим тяжелую тему, то оптимизировать мы никак это не сможем. Ну, если только вы поставите себе выделенный дорогущий сервер. Там нужно тоже все настроить и знать, как это делать. Либо самому разбираться, либо также нанимать системного администратора, чтобы вам настроил сервер. Поэтому есть обходные пути. Мы можем использовать красивый функционал для нашего интернет-магазина, например. Это не обязательно интернет-магазин, это может быть просто многостраничный сайт или одна страница, посадочная страница, например. Сделана на той же теме Astra. В общем, тема очень легкая, функциональная, хочется ее разобрать для своих зрителей. Тема, по сути, в двух экземплярах. Бесплатная и есть тема PRO. Скажем так, большее количество опций вам будет доступно в бесплатной теме. Не нужно торопиться сразу что-то покупать. Вам достаточно этой темы для начала. Вы ее посмотрите, создадите свой сайт на этой теме, поймете для себя, на 100% она вам подходит. Узнайте, какие преимущества в PRO-версии. Если вам их будет не хватать, тогда вы уже смело сможете приобрести Astra PRO и просто обновиться и иметь все 100% возможности функционала данной темы. Поэтому мы будем рассматривать, разбирать именно бесплатную тему Astra в этом видео. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. И прежде чем мы начнем с вами устанавливать тему на наши сайты WordPress и разбирать настройки, у темы Astra есть официальная страница. Вот его адрес. Давайте сначала взглянем на данную тему. Здесь, естественно, все на английском языке. Можете через браузер Chrome перевести страницу на русский. Самое главное для вас, что вы должны понимать, с чем совместима данная тема. Тема должна быть именно интегрирована, чтобы мы могли настроить сайт такой, который нам нужен, и не было никаких проблем с интеграцией, например, с какими-то плагинами. То есть тема, она должна поддерживать WooCommerce. Вот логотип WooCommerce, интернет-магазин. Если нужно построить интернет-магазин на этой теме. Если у темы нет интеграции с каким-то из плагинов, которые будете использовать, у вас будут проблемы совместимости. Это будет выглядеть внешне, например, поедут в стиле сайта, внешне будут какие-то несоответствия, то есть будет рушиться дизайн, и полностью сайт будет непригоден для того, чтобы вы отдавали его своим зрителям, своим клиентам. А если вы не владеете навыками CSS и HTML, то вы не сможете исправить данные проблемы. Поэтому, подбирая тему, вы должны убедиться на сайтах разработчика, что тема действительно поддерживает тот или иной продукт, который вы будете использовать. Также, наверное, 90% аудитории WordPress, кто связан с интернет-магазином, и кто строит отдельные страницы красивой виде лендинга, обязательно будет использовать Elementor. Это конструктор страниц, самый популярный на WordPress, о нем у меня тоже были уроки. Вот видно, что Elementor поддерживается в связке с WooCommerce, можно делать. Также Uost, есть интеграция плагина, это плагин для SEO-оптимизации сайта. Это обязательный плагин для всех сайтов WordPress, прям вот обязательный. Он очень помогает и упрощает и улучшает показатели для оптимизации сайта, чтобы в поисковых системах ваш сайт лучше ранжировался. Но Uost это больше админская часть, он никак не играет роль на внешний интерфейс, фронтальной части сайта. Поэтому, когда тут говорится, что есть интеграция, то это какие-то внутренние интеграции, внешние, он никак на сайте у нас не будет отображаться. Ну и другие инструменты. Также говорится нам, что построитель Gutenberg, это встроенный редактор контента сайта WordPress. Он тоже развивается, я его лично не люблю, я считаю его неудобным. Юзабилити у Gutenberg явно страдает, но это на мой взгляд. Но тут тоже говорится о том, что Astra имеет тоже свои настройки интеграции с Gutenberg. Ну и дальше тут уже просто рекламируют они, насколько тема быстрая, хороша. Но она на самом деле, она быстрая. Также имеется, видите, drop and drop перетаскивание по строитель колонок именно в самой теме. И тут смотрите, сразу забегая вперед, для новичков. Если вы хотите сохранить скорость сайта на этой теме Astra, я бы отказался от использования Elementor. На этом сайте основные критерии. Если вы используете интернет-магазин, в любом случае WooCommerce мы используем, но без Elementor. Потому что WooCommerce в связке с Elementor это сильная нагрузка на сайт. Если можете отказаться, то настроить, попробовать за счет внутренних настроек самой темы Astra, но и Gutenberg. По сути Gutenberg это, так сказать, отголосок Elementor. То есть он как бы не такой мощный функциональный, но рано или поздно, я так полагаю, он придет к этому, потому что это все обновляется. И догонит Elementor. Наверное догонит, потому что к тому времени, когда Gutenberg встанет как Elementor, Elementor будет уже, наверное, на две главы выше. Ну посмотрим, как оно будет. Если вы, скажем так, делаете сайт, многостраничный сайт, визитка или лендинг, и не используете WooCommerce, то ваш сайт сразу визуально прибавит в скорости. Потому что, как я уже говорил в начале этого видео, сам WooCommerce, и тут ничего с этим не поделаешь, плагин большой, мощный, интернет-магазин, он сам по себе. Ну, это мое личное мнение, я считаю, что он тяжелый. И если вы интернет-магазин не используете, мы не ставим WooCommerce, и наш сайт, то есть без Elementor, просто делаем многостраничный сайт. И вы можете просто точно убедиться в том, что сайт будет очень быстрый. Как только мы ставим плагины, сразу, несмотря на то, что тема быстрая, мы будем так или иначе нагружать сайт. Поэтому здесь надо отнестись очень серьезно и использовать те плагины, которые вам действительно будут нужны, только по мере необходимости. Естественно, в рамках этого видео, WooCommerce у меня на демо-сайте установлен, его мы будем использовать и смотреть, как он взаимодействует с WooCommerce. Не будем в этом видео разбирать UAST, другие плагины, Elementor, это все мы разбирать не будем, потому что это разбор именно опций и возможностей самой темы Astra. У нее достаточно много опций. Итак, если вы с этого сайта качаете тему, мы нажимаем в самом верху кнопку Download. Здесь как раз-таки вы можете заодно ознакомиться с Astra Pro, сколько она стоит и какие возможности дает. Все указано здесь. И есть и другие тарифные планы. Качаем бесплатную тему мы вот здесь вот. Download, видите, Free Astra тема. Либо мы можем скачать ее с репозитория, где удобней. Она уже там тоже есть. Репозиторий WordPress. У меня есть демо-сайт, на котором ранее я, кстати, разбирал тему под названием Woodmort. Очень мощная, огромная тема. Получился просто огромный 5,5 часов обзор. Кому интересно, можете посмотреть. Недавно это видео у меня вышло. Прямо на этом демо-сайте я буду использовать Astra. И как найти его в репозитории? Вы здесь переходите в внешний вид темы. Вот как раз видим эти Woodmort. То есть одна у меня Woodmort, другая дочерняя тема. Здесь я нажимаю по плюсу. Ее даже можно не искать. У нас здесь есть поиск, потому что вот она, ихний логотип Astra. Вот название Astra. Либо можете в поле поиска по-английски написать Astra. Ее находим. Не путайте, здесь еще есть Astral. Мне не знакома эта тема. Вот именно вот так она выглядит. Вы можете нажать описание. Вам надо просто вот логотип увидеть, что это она. Отсюда я ее, естественно, устанавливаю, чтобы не качать ее на компьютер. Мне это удобнее сделать прямо отсюда. Тема у меня установилась. Я нажимаю активировать. Видим, как сайт у меня выглядел. То есть у меня есть уже наполненность товарами. Цифровой техникой, фототехникой. WooCommerce установлен. Обновляю сайт. И все меняется. Казалось бы, может быть даже поменялся только цвет. На самом деле, тема Astra уже применилась. Вижу кнопочки синего цвета. То есть у меня есть наполненность товара. И есть уже меню. И я уже смогу из демо с сайтом. Вам будет более понятно, какая опция за что отвечает. Когда мы активировали тему, появилась кнопка настройки. Можем в тему перейти отсюда. Либо тема настроить. Внешний вид настроить. Я удалил все лишние темы. Оставил только тему Astra. И если мы перейдем сейчас в темы, то вот так вот будет у вас показываться то же окно. На момент записи видео я использую последнюю версию Astra 3.76. Отсюда мы можем перейти в виджеты, меню, опции Astra и настройки. Я перейду в настройки. Когда мы сюда попадаем, видим стандартный расклад настроек слева. И сразу отображение сайта в области редактирования. Первая вкладка это ссылка. Если мы нажмем на официальный сайт. Больше настроек Astra Pro. И дальше уже идут настройки темы. Как раз таки мы их будем сейчас смотреть. Как вы видите, я не устанавливал русский язык. Для темы Astra она уже сама по себе русифицирована. Что не может не радовать. И первая вкладка общие. Сюда переходим. Здесь есть и внутренние вкладки. То есть у нас разбито так по категориям. Переходим к типографику. И здесь очень важны настройки по настройке вообще всех шрифтов вашего сайта. Первая есть Presets. Это заготовленные настройки. И представлено 6 вариаций. Можете просто кликать. И сразу здесь обновляется страница. И вы видите, как меняется текст на сайте. Именно шрифт текста. Заголовки. Описание и так далее. Меню. И при наведении на эти Presets мы видим название шрифтов. Выбираю другой Presets. То есть это сразу назначение шрифта. Или кнопка сброса. Причем когда я выбираю Presets, внизу я вижу насыщенность шрифта. И так далее. Лучше, конечно, настроить все самому. Основное семейство шрифтов для всего сайта. Здесь вы можете найти, так сказать, стандартные шрифты. Или ниже раздел Google. Google шрифтов. Большое количество. Но только помните, что, скорее всего, многие шрифты Google будут не поддерживать кириллицу. Русский язык. Поэтому здесь можете просто поиграться с настройками. Ну, пускай у меня будет стандартный шрифт Arial. Ниже я могу настроить размер. Причем здесь иконка компьютерная. Для компьютерной версии экрана у меня будет 17 пикселей. Я могу увеличить этот размер. Тогда у меня, видите, все станет нереально огромным. Ну, я оставлю 18 пикселей. Хотя, наверное, даже оставлю, как было. На стрелку поставлю. Кликну, чтобы было опять 15. Слишком крупно. Кликая на иконку компьютера, у нас тут же показывается планшетная версия. И для планшетной версии, если вас не устраивает размер шрифта, вы можете его задать. То есть, для тех, кто не знает, естественно, у вас имеется адаптивный мобильный дизайн. Он уже внедрен в саму тему. Это для самих новичков. То есть, данный сайт на этой теме у вас будет одинаково красиво смотреться на всех устройствах. Дальше, кликая на иконку планшета, мы видим уже сайт в мобильной версии. Как он будет выглядеть в смартфоне. И также для смартфона я настраиваю отдельный шрифт. Кликая еще раз на иконку мобильную, я возвращаюсь на компьютерную версию. И ниже, где мы будем встречать вот такие вот иконки, я уже там подробно останавливаться не буду. Вы уже должны понимать, что эта иконка говорит о том, что можно настроить то или иное для разных условий. Дальше здесь уже идет насыщенность данного шрифта. Преобразование, например, первые заглавные буквы, верхний регистр, строчные и так далее. Интрельяж, межстрочный интервал, нижний оступ параграфа. Дальше идет у нас семейство шрифтов заголовков. То есть, для всех заголовков. Заголовки у нас помечаются тегом H1. От H1 до H6. Значит, для всех этих тегов тоже можно отдельно настроить шрифт. Рекомендация, если вы основной шрифт выбрали, например, единый Arial или любой другой, то ниже шрифты вы должны указывать обязательно такие же Arial. У вас могут отличаться насыщенность, размер. Но сам шрифт должен быть един на сайте. А вот ниже, как я и говорил, видите, H1 заголовок, вы можете, то есть, каждый заголовок, H1, H2, H3 и так далее, до H6 настроить. То есть, H1 выбрали, назначили ему Arial. Назначили насыщенность, размер. И размер H1 всегда самый большой. H2 поменьше. Если я перейду, видим, что это уже 38 размер. И тоже, видите, не выбрано, выбирая Arial. H1 Arial, H2 Arial. И надо будет везде пройтись и настроить все размеры заголовков. Настроили типографику, нажали опубликовать, чтобы это все применилось на вашем сайте. Стрелочка назад. Нажимаем, следующая у нас настройка цвета. Дальше у нас идет настройка глобальной цветов сайта. Есть три, по сути, пресета. Если по первым кликам, ниже для него настройки различных элементов сайта. Вы можете задать для себя, например, вот второй выделяю. Вот тут я сделал красный. И только для него здесь будет красный. То есть, для разных пресетов назначить свои цвета. То есть, по клику, по кружочку, любой оттенок, прозрачность можно задать. А ниже, вы уже понимаете, цвет темы. Видимо, у нас кнопки все синее. Давайте-ка я попробую поменять. И получается, что у нас меняется цвет. Это, по сути, акцент. Кнопки, лейблы, цвет ссылок. Тоже, пускай у меня будет темный, фиолетовый такой. То есть, у нас меню стало фиолетовым. Цвет ссылок при наведении. Ну, у нас темный. Я могу сделать тоже фиолетовый. Пускай у меня будет такой, но более темный. Обязательно, чтобы цвет меняли ссылки. Цвет заголовков H1, H6. Ну, заголовки пускай будут черные. Цвет текста тоже обычно темный. Дальше, настройка бэкграунда заливки сайта. Здесь уже интересно. Кликаем по кружочку. Можно выбрать либо цвет. Сразу общая часть сайта заливается цветом. Задать прозрачность. Либо есть еще градиент. И вы можете от одного цвета к другому сделать некий переход. И задать его линейный, либо радиальный. Видите, у нас одна часть фиолетовая, другая синяя. Или даже залить имидж. Кликнув по картинке, загрузить в Media Manager большую картинку на задний план. Я использовать цвет не буду. Нажимаю на стрелку сбросить цвета. Дальше, контент бэкграунд. Цвет для контента. Ну, это подойдет для страниц. Либо блог. Здесь вот есть такой у меня блог, помощь. Например, выставлю синий. Ну, или есть другие страницы. У меня, к сожалению, здесь блог не выведен. Есть другие моменты. Вот, где у меня... Ну, вот у меня что-то вроде блога. Для контентной части можно менять цвет. Кстати, вот это окно настройок, чтобы сбросить. Кликайте мышкой прям по названию. Вот, чтобы настройки сбрасывались. Я сброшу настройки, пускай останутся по умолчанию. Опубликовать. Здесь я вернусь на главную. Не обращайте внимания, что у меня здесь есть. А вот такой вот код. Это от старого шаблона. Шорткод от слайдера. От темы Woodmart. У вас, конечно, такого здесь не будет. Если вы строите на чистом сайте. Нажимаю назад. Дальше перехожу в контейнер. Тут уже важные настройки. Смотрите, у нас есть возможность дать общую ширину контейнера сайта. Если вдруг 1200, много или мало, видите, сразу и картинки товаров уменьшилось, размер ихний, потому что по 4 у меня в ряд. Естественно, 837 сейчас размер, и это все уменьшилось. Я верну 1200 пикселей. Ширину, общую ширину каркаса сайта вы можете менять. Все опции ниже идут разметки для различных частей нашего сайта. Разметка для содержимого в блоке. Есть варианты блоками. Содержимое в блоке во всю ширину. Разметка страницы. Разметка записи блога, если блок ведете. Разметка архивов. И вот в Укомерсе я же использую здесь. На нем мы посмотрим. Стоит во всю ширину. Если я сделаю блоками, посмотрим, что изменится. Страница обновляется. Смотрим, как это выглядит. То есть это видно в карточке товара. Если я выберу по умолчанию, здесь ничего не изменилось. Видно это, когда я выберу во всю ширину, что действительно вот эта вся часть становится белой. Нету тут зазоров. Тут просто надо поиграться и посмотреть, как больше нравится. Вот тут вообще у нас без отступов. Посмотрим, как у нас по умолчанию было. Ну, наверное, так и оставлю. Хотя мне, в принципе, понравилось вот это вот отображение. То есть точно так же вы настраиваете и другие части сайта, переходите там в блок, в страницы, просто страницы в WordPress и смотрите, настраиваете, как больше вам нравится. Так и настраивайте. Следующие у нас кнопки. Также имеются пресеты. Кнопки у нас сейчас прямоугольные. Например, я возьму, кликну просто по овальной кнопке и кнопки на сайте, и скорее всего все кнопки и в блоге тоже, наверное, будут у нас овальными. Можете просто поиграться и посмотреть, какие вам больше нравятся варианты. Ниже идут у нас настройки цвет текста. Обычный. Наведение. То есть настроить можно отдельными цветами. Дальше задать границу, радиус, видите, скругление кнопок, цвет границы, шрифт кнопки, внутренние отступы. Для разных устройств тоже это можно настроить. Такие вот настройки по кнопкам. Нажимаю назад. Здесь настройки мы прошли. Общие рассмотрели. Следующие. Конструктор. Хедер. Наверное, самое интересное. Ниже у нас появляется что-то вроде конструктора. Сразу мы можем видеть, что у нас здесь есть плитка с лого. Если кликнуть по нему, перейдем в настройки лого. Либо отсюда лого. Настройки лого. При наведении вот на эти ячейки, вижу плюсики. По плюсу возникает окно. То есть именно в шапку сайта я смогу вставить из предложенных, например, корзину, социальные кнопки, аккаунт, woocommerce, если мы woocommerce с вами используем на сайте. И другие моменты. Поиск. Дальше здесь другие колонки. То есть видите, разбиты колонки на три ряда. Основное меню. Если я кликаю настройки слева, для этого меню отображаются. У нас меню выводится здесь. Хайт скрыть и шоу показать вот эти вот настройки. Дальше здесь есть шестеренки напротив каждой строки. То есть настройки самого ряда. Высота 50 пикселей. Также для разных устройств эту высоту можно настроить. Для этих устройств можно скрыть. Естественно, если мы в этот ряд добавим иконки какие-то, какие-то плагины и скроем, тогда иконки тоже будут скрыты. Давайте сначала я кликаю по логу и загрузим сюда свой логотип. Загружаем свой логотип. Выбираем. Обрезка логотипа. Не обрезать. Вот логотип помещается здесь у нас. Но помещается слово Вудморт еще здесь, который надо будет убрать. Далее другой логотип для неких устройств. Это устройство с высоким разрешением. Есть возможность загрузить сюда логотип, чтобы на таких устройствах логотип красиво смотрелся, не был мутным, скажем так. Ширина логотипа можно уменьшить. Вот так вот сделаю чуть поменьше. Для разных устройств не забывайте, этот логотип можно настроить. Показывать название сайта. Название у меня здесь вылазит. Название, которое забито в самом WordPress. Я скрываю. Здесь название не нужно выводить. Показывать краткое описание. Еще один сайт на WordPress или описание, любое описание вашего сайта, которое задано в сам WordPress. Естественно, описание я тоже... А, можно еще вот так вот. Описание под логотип. Показывать краткое описание. Или прямо здесь поменять название описания. Я буду скрывать. Иконка сайта. Выберите иконку сайта. Нам говорится размер изображения 519 на 519 пикселей. Но это, скорее всего, фавиконка. Я поставлю вот такую вот иконочку. Вам сейчас не видно в область записи экрана монитора, но это на вкладке браузера. Маленькая иконочка под названием Favicon. Она как раз делается здесь. В настройках лого. На параметрах настройках логотипа здесь мы видим еще одну вкладку, где мы можем настроить title, font, size. То есть это размер шрифта заголовка. 35. Но мы не используем title, поэтому настраивать его нет смысла. И добавить внутренний отступ. Сверху, справа, снизу, слева. И для разных устройств отступы можно добавлять. Тут еще момент. Я перешел на планшет. И тут у меня показывается заголовок. Давайте посмотрим. Вот этот заголовок вы можете менять. Его надо скрыть. Ну или показывайте, если он вам здесь нужен. То есть я это сразу не заметил, когда для компьютерной версии скрыл. Но помните, что для других устройств он у вас не был скрыт. Вот здесь тоже он, видите, как показывается. Тоже его здесь скрываем. Или можно для мобилки, видите, вообще его под заголовком сделать. Название. Я название показывать не буду ни на одном развороте. Вот сейчас видим, что на мобилке смотрится все нормально. Это мы пока что рассмотрели только то, что у вас тоже по умолчанию будет стоять. Вот эта плитка с логотипом. У нас еще есть основное меню. А потом уже рассмотрим, потому что если мы используем интернет-магазин, нам нужно вывести корзину в шапку сайта, кнопку поиска по сайту, социальные кнопки, возможно. Это рассмотрим. Кликнув на основное меню, настройки меню здесь, ниже под меню. Смотрите, вот это вот под меню. Я сейчас заходил в меню и сделал под пункты. Если у вас нет, сделается тоже. Это меню WordPress. Какой раз можно это сделать? Чтобы мы могли видеть настройки. Значит, ширина. Именно под меню вот этой плашечки. Вот она, видите, уменьшается. Делайте размер тот, который нужен. Это много. 200 будет достаточно или оставить по умолчанию. Разделитель элементов. Это такая черта, разделяющая под менюхи. И свернуть на мобильных устройствах. Точнее, скрыть на мобильных. Стоит. Если не скрываем, свернуть на мобилке. Не сворачиваем. Такие тонкие настройки можете настроить. Дальше мы пропустили кнопку Настройте меню здесь. Нас перебрасывает путь, видите, настройки меню. Посмотреть все места. У меня это называется основное меню. Можно перейти в редактирование меню. Вот она структура меню самого. На самом деле, это дублирующие настройки, как глобальные настройки. То есть, это и есть глобальные настройки в WordPress. Удобнее мне настраивать через сам WordPress, поэтому я отсюда выхожу. И конкретное меню вы сможете настроить в самом WordPress. Возвращаюсь в меню. Здесь еще есть вкладка Design. Меню Hover Style. Hover – это при наведении. Не задано, нет. Zoom in. По идее, должно увеличиваться. Подчеркнутый. На самом деле, многие опции вы можете не видеть в режиме редактирования. Смотрите, я сделал подчеркнутый. Перейдите на фронтальную часть сайта, обновите страницу. Видите, я навожу мышь на меню, и она как бы немножко подчеркивается. Это видно. Поэтому не думайте, что что-то может не работать. Просто пробуйте просматривать с разных. Вот при наведении, видите, увеличиваются пункты меню. Ну, не знаю, мне так больше нравится. Я, наверное, так бы и оставил. Но на подпункты это не влияет. Настройки саб-меню, контейнер, размер. На самом деле, это разделительная линия. Вот я сделал три пикселя, фиолетовый. Вот разделяющие наши подпункты. Оставлю один и сделаю темный, фиолетовый. Даже посветлее, наверное, вот так. Следующая опция – топ-офсет. Это отступ. Видите, я навожу подпункты, сильно отступают от границы меню. То есть где-то, возможно, нужно это будет отступить, чтобы оно прям не прижималось. Тогда сделайте там 6 пикселей. Видите, подпункты не совсем будут прижиматься. Я сделаю 5. Саб-меню. То есть это вот как раз и есть подпункты меню. Анимация. То есть анимация для них. Скольжение вниз. Всплывающее. Давайте посмотрим. Скольжение вверх. Оно быстро пролетает. Скольжение вниз. Но оно так немножко видно, что анимация срабатывает. Дальше толщина границы. Я сделал по 5 пикселей. На самом деле это для подпунктов вити. Обрамляется. Сделаю 2. Если хотите с одной стороны только менять, то кликайте вот по этой скрепочке. И тогда только в той ячейке будет меняться, где я меняю. Кликнув опять по скрепке, опять будет, так сказать, применяться ко всем сторонам. То есть очень тонко. Вы видите, можно настроить меню, подменю. Также цвет границы. Радиус скругления. Видите, что происходит. Даже скругление можно задать для подпунктов. Естественно, я этого делать не буду. Меню Color. То есть это цвет меню. Текст и ссылок. Вот это обычный. Я просто навожу мышь и читаю. Наведенный. И активный. Активный это когда вы кликнули на пункт меню и находитесь на этой странице. Эта страница активна. Вот три цвета можно настроить. Уже настроите без меня. И фон. Обычный. Активный. Ну, давайте попробуем сделать при наведении. Это у нас уже для основных. И для подпунктов. Но, смотрите, если темный цвет, то тогда менять цвет надо тексту, чтобы он читался. Этот текст как раз таки. Наведенный тогда белый нужен. Вот тогда на фиолетовых пунктах смотрится хорошо. Отдельно настроить меню фон. То есть шрифты. Отдельно можно настроить для меню. Меню спейсинг. Это интервал между меню. Можно тоже настроить сверху, снизу, справа. То есть смотрите, как двигаются менюхи, когда интервал задаем со всех сторон. То есть уменьшение, увеличение интервала. Внутренний отступ. Например, снизу. Видите, вот эту самую плашку с меню можно увеличить, уменьшить. Вот такие вот были настройки основного меню на вкладке дизайн. Я думаю, этих опций достаточно, чтобы задать какие-то элементарные эффекты и даже сделать просто потрясающие эффекты при наведении. Смотрите, как это уже на реальном сайте у меня смотрится. Мне это нравится. Этот эффект я выбрал. И это смотрится очень симпатично. У нас здесь есть большая область. Я предлагаю меню подвинуть. И здесь с краю добавляются иконки корзины и подобных иконок. У нас здесь вот есть, где у нас меню, плюсик. По плюсу я нажимаю. Давайте попробуем. Первое, что я добавлю в корзину. Сразу появляется корзина. Причем она размещается сразу там, где нужно. Меню сразу уже сдвигается автоматически влево. И корзина уже выглядит в принципе хорошо. Кликаю по корзине. И посмотрим, какие есть настройки. Показать сумму. Можем скрыть. То есть, чтобы уменьшить область для корзины, если это нужно. И сумму не хотите показывать. Или оставить. То есть, когда человек в корзину товар добавляет, показать заголовок корзины тоже скрыть. Вот так бы я оставил. Сумму и иконка корзины. Обновить. Обновляем фронтальную часть сайта. На сайте это выглядит все хорошо. То есть, смотрите, показать сумму корзины, показать заголовок я скрыл. Если у вас не покажется, то есть у меня вначале было такое, я вроде настройки скрыл, но на сайте они не отключаются. Кэш почистил, ничего не помогает. Но я добавил один товар сюда. Потом убрал товар из корзины. И у меня показываются настройки. То есть, то, что я отключил. Сумму я возвращаю. Сейчас показывался без суммы. Вот пока не видно. Смотрите, как работает. В корзину любой товар добавляю. Показывается сумма. При наведении симпатично сразу видно. И всплывающего окна могу удалить из корзины товар. Все красиво удаляется. Перейти в саму корзину все нормально уже смотрится. То есть, готовая плитка, готовый плагин корзины. Далее, сейчас опять в корзину добавлю. Отсюда просмотреть корзины. Все красивенько смотрится. Вы видите, везде фиолетовые кнопочки. И фиолетовое все, что мы по дизайну уже настроили. Отсюда же оформить заказ, страница оформления заказа. Все смотрится симпатично. Вот корзину с вами вывели. Настроек здесь нет, но есть настройки по дизайну. Такие, скажем, объемные для корзины. Но еще меня интересует, что происходит на мобильных устройствах. Когда я перехожу в планшет. Обратите внимание, вот у меня на планшете корзины нет. То есть, я ее добавляю на все устройства. Корзина. Если, конечно, здесь она нужна. Также перехожу в мобильную версию. А здесь она выводится. И здесь уже это некрасиво. Мы можем спрятать корзину сюда. Именно в подпункты меню. Либо попробовать вывести ее выше. У нас есть ячейка. Здесь. В настройки корзины на планшете. Настройки есть свои. Показать сумму. Показывать не буду. Чтобы меньше места на планшете занимать. И height on table. Скрыть корзину на планшете. Хотя мы только что добавили ту же самую корзину. У нас на планшете ее не было. Вот эти моменты по дизайну я уже не буду детально останавливаться. По аналогии уже настроить и самостоятельно. Дело в том, что здесь просто настройки дизайна. Размер, цвет. Корзины. И это все аналогично для каждого плагина. Можно под себя настроить. Цвета у вас все равно уже подтягиваются из глобальных. И по большому счету возможно вы здесь и ничего не будете настраивать. Давайте все-таки с мобильной версией. Хотя здесь иконки смотрятся неплохо уже. Но здесь же будет еще иконка и поиска. Поэтому для мобильной версии я зажимаю корзину. Левой кнопкой мыши. Перетаскиваю просто. Ну как вариант иконки расположить здесь. Или вы должны понимать. На компьютерной версии у нас нет дополнительной опции. Но на планшете и на мобильном развороте у нас появляется еще в Canvas. Это вот как раз и есть вот это меню. Ведь и сюда вы можете добавить корзину. Но здесь ее нет, потому что она вот здесь добавлена. Я ее перенесу. Если это уместно, то для планшета и мобилки можно сюда еще, видите, контент выводить. Вот я в Off Canvas только что корзину разместил. Можно подменю вывести. Сама позиция Off Canvas есть шестеренка напротив и имеет свои настройки. Например, дропдаун, выпадение. Открывать выпадающее меню при нажатии. Иконка или ссылка. Контент Alligant. Выравниваю контента слева по центру. Менюшки видите по центру. Справа. Fullscreen. Это на полный экран раскрытие меню. Я предлагаю все же корзину оставить здесь. Точнее для меню, кстати, можно местами менять. Видите, тоже иконки. Вот так вот, просто простым перетаскиванием. На планшете пускай будет так. На телефоне корзина будет выше. А, ну тогда у нас получается, что на планшете иконки тоже выше. Нельзя разделить, как я понял, для планшета, для телефона иконки уместно наверх все-таки определить. Также, если вы кликните мышкой прямо по плитке, боковое меню, не забудьте, здесь тоже есть настройки. Настройки самого так называемого гамбургера, иконка, раскрывающая меню. Здесь, если я открою, можно задать разделитель. Видите, тонкой линией менюшки разделяются. Hide on Table, то есть скрыть на планшете вообще. Небольшие такие настройки. Дизайн. Также цвет, это все можно настроить отступы. Если я перейду на мобильное устройство, настройки здесь индетичны. И обратите внимание, плитка основной меню, находясь на компьютерной версии, если вы кликните мышкой по основному меню, вы увидите настройки, которые мы с вами уже смотрели. Но если вы перейдете на планшет или мобилку и кликните по переключателю, то настройки будут другие для гамбургера. То есть я хочу вам показать, что вы можете менять даже иконку. Например, для мобилки возможно такие три точки свойственно оставлять, как сейчас я это сделал. И также для мобилки применяется. И также другие настройки стиле переключения. Заливка. Вы видите, она заливается в фиолетовый контур и минимальный. Ну, пускай будет вот такая, наверное. Еще многие любят делать так. Писать слово меню рядом с точками. То есть это, ну, очень-очень гибко. Представьте, это бесплатная тема Astra. Я все больше и больше просто поражаюсь возможностям темы. Теперь. Есть некий момент. Я сначала думал, может быть, иконку корзины можно поменять. Но я не нашел, где поменять. Например, сделать ее поменьше. Но, скорее всего, можно сделать. Скорее всего, это будет на вкладке дизайн. Но я увидел только Ctrl, заливка цвет, радиус. То есть скругленные там углы. И в основном это работа с светом. Тогда остается момент, что она немножко... У корзинки вот этот элемент не влазит. Есть вариант перейти в шестеренки нашей верхней строки, где располагается эта иконка. И высоту задать чуть больше. Например, так для мобилки и планшета, в принципе. Это будет нормально. Но для планшета я задал, но тогда для мобилки тоже свой размер можно задать. Кстати, вот здесь вот тоже получается, что меню, если пишем... Видите, как переносится меню на вторую строчку. Если также пишем, тогда здесь что-то нужно делать. Либо логотип. Вообще, логотип имеет тоже разные размеры. То есть компьютерный. Это может быть иконка логотипа с сопровождением текстом, как у меня. Но мобильное меню обычно это просто брендовая иконочка. Сам текст должен убираться. Тем самым высвободим место, чтобы меню нормально смотрелось на узком экране. На мобильном устройстве перейду сюда. Видим настройку другой логотип для мобильных устройств. Включаем. Появляется поле для выбора. И для мобилки у меня есть отдельная иконочка. Сейчас поставим. Изменить изображение. Ширина логотипа. Да, у меня это изображение обрезается. Я, наверное, вот это поставлю. Чтобы оно все помещалось. И уже нам остается лишь управлять. Ну вот, в принципе, так и оставлю. То есть для мобилки, чтобы меню умещалось. Иконки наверху будут. Тут сейчас иконку поиска еще добавим. Не забываем планшетную версию тоже. Нужно настроить. Точнее, у нас получается, что мы настраиваем и планшетную, и мобильную иконку в одном месте. Тут происходит что-то, в общем, непонятное. Убавляя размер за счет сайта. Вот 50 пикселей мне бы подошло. У меня почему-то деформация идет. Поэтому, наверное, заготовьте логотип в редакторе. Там в Photoshop или где вы делали свой логотип. Сразу нужного размера. Делаете один размер, получается, для планшета, для мобилки. Вот у меня 50 пикселей. 50 на 50. А для компьютерной остается та самая полная версия. Я возвращаюсь на компьютерную версию. Давайте добавим еще. По плюсу здесь. По-любому добавим поиск. Поиск, наверное, я переместил бы после меню. Зажимаю левой кнопкой мыши. Перетаскиваю плитку между ними. Вот поиск здесь. Кликая по поиску, настроить можно размер иконки. Ну и дизайн. Теперь мы посмотрим на планшетную версию. Естественно, здесь добавляем мы иконку в верхнюю плашку. Так как иконки подразумевается, что я буду выводить вверху. Вы, конечно, уже используя возможность этого конструктора, сами тут выберите, где вы будете отображать иконки. На мобилке здесь уже все нормально. Теперь перейду на фронтальную часть сайта. Вот так вот поиск открывается. Вот учтите, что в данном случае поиск, он вот так вот выскакивает, залазит на меню. Приемлемо это для вас. И давайте найдем, посмотрим, как он вообще ищет, не ищет. Попробуем вбить в поиск. Название. И нажать на поиск. Результаты поиска Sony. В принципе, нашел все аппараты. Естественно, страницу результата поиска, я уверен, по дизайну в этой теме можно настроить. Дойдем позже до этих настроек, скорее всего. Далее нужно еще добавить аккаунт. Обязательно. Человечка аккаунта тоже можно перенести. Здесь тоже кликаем по аккаунту. Смотрим, настроек здесь побольше. И давайте сразу. Для мобильной версии мы тоже аккаунт, иконку разместим. Здесь уже установлено. Ну а теперь по настроечкам. Кликаю еще раз на аккаунт. Во-первых, есть три разграничения. Сначала стоит иконка, можно выбрать аватар, и это действительно интересно. Смотрите, подставляется моя фотография. На мобильных тоже, в принципе, нормально смотрится. Я авторизован на сайте. Моя фотография подтягивается через почту, так называемый сервис Gravatar, и поэтому это интересно смотрится. Или вариант текст. Текст можно задать здесь, написать по-русски мой аккаунт. Вот здесь будет мой аккаунт. Я предлагаю выбрать, наверное, либо фотографию, либо иконку. Сразу хочется перейти в дизайн, потому что иконка наша не соответствует нашему дизайну. Вот теперь она фиолетовая. Ну, конечно, тут надо прям точный цвет получить, потому что у меня чуть светлее получается. Ну вот он, размер. И я бы сделал ее, наверное, чуть побольше. Она какая-то совсем маленькая, 20 пикселей. Когда мы настраиваем эту иконку, она у нас изначально будет некликабельна, потому что нам говорится, что аккаунт URL нужно указать здесь в поле ниже. И мы можем решать Open New Tab, открыть в новой вкладке браузера. Если я пройду в страницу WordPress, у меня есть мой аккаунт, стандартная вкладка самого WooCommerce. Если я к адресной строке подпишу мой аккаунт, то я попадаю на стандартную страницу WooCommerce, мой аккаунт, где есть вкладки у человека. Человек увидит заказы, загрузки, адрес свой, детали, профиль и кнопка «Выйти». В принципе, эту или любую похожую другую страницу мы можем в настройках шаблона там указать. Возвращаюсь в настройки. Аккаунт URL. Вставляю ссылку. Давайте на этом уровне сохранимся, проверим. Обновлю сайт. На иконку нажимаю. Все нормально, меня перебрасывает в аккаунт пользователя. Следующая опция относится к ссылке «Войти на сайт». И можно будет «Нет». Иконка. «Нет» — это значит, иконки вообще не будет. Иконка как была. И текст. Текст можете вот здесь написать «Войти». И если я с сайта разлогинюсь, вот здесь вместо иконки, видите, будет слово «Войти». Давайте с вами рассмотрим, кликнув по «Плюсу» по верхней колонке, еще можно посмотреть социальные кнопки. То есть вот такие вот, да? Кликнув по кнопке, здесь есть, можем глазиком скрывать. Сейчас отображается Facebook, Twitter, Instagram. Что можно сделать, кликнув по Facebook. Если вы Facebook не используете, пишите название, например, «ВК» ВКонтакте. Удаляете иконку. URL профилей ВКонтакте. То есть это ссылки там, где вы есть в социальных профилях. Если вы хотите это на своем сайте рекламировать, где вы есть, через поиск я быстро нахожу иконку ВКонтакте. URL можете ВКонтакте добавить. И сохранить. Все, ВКонтакте добавили. Аналогичным образом, либо удаляйте по крестику ненужные социальные кнопки. Если их больше, нажимаете на кнопку «Add Social Icon» и добавляем новую иконку названия, ссылку, иконку. Переключатель Show Label показывает название напротив иконок названий соцсетей. И то же самое. На планшете не выводится, если надо. Нужно искать просто уже место, где будем выводить. В принципе, вот здесь много места, можно добавить. Но на мобилке тут, скорее всего, уже не уместится. Хотя можем попробовать. В принципе, умещается, но как бы не выглядело это кашей. Здесь я тогда использовать не буду. И, соответственно, они у нас черные. Дизайн обязательно настраиваем. Во-первых, размер иконок. Цвет у нас ниже. Можем кликнуть официальные цвета социальных иконок. Видите? То есть именно цвета социальных сетей. Или настроить цвета произвольно. Ну, пускай будут официальные. Также в шапке сайта здесь, вот в верхнем на плашке, вы можете вывести телефоны. Для этого либо в правую часть, либо в центральную, либо в левую. Можете добавить просто HTML1, HTML2, HTML, если добавляем, кликаем по HTML. Здесь просто вписывайте любой свой телефон. Для новичков просто так телефон вставлять нежелательно. Нужно вставлять специальным кодом, чтобы телефон был кликабельным. Вот видите, вот здесь уже видно. То есть пальцем, чтобы я мог со смартфона нажать, и откроется окно диалоговое, где могу либо SMS-ку написать, либо нажать позвонить. Чтобы так это работало, нужно специальную конструкцию с тегом tell разместить. Ну и дизайн. То есть здесь уже можете HTML2, HTML3. Вот центральная есть еще колоночка. Можно туда поставить HTML2. Тогда в центре тоже есть область для внедрения чего-то еще. Или перенести HTML2 сюда и добавить второй телефон или email в эту область. HTML2, если вставляем, то тоже надо вставлять специальной конструкцией через тегmail.to, который будет давать возможность тоже пальцем кликать по email, чтобы открывалось диалоговое окно, чтобы сразу было удобно пользователю, вашему потенциальному клиенту, вам написать. Итак, компьютерная версия. Шапка у нас уже вырисовывается. Дальше по аналогии, я думаю, вы уже справитесь и добавите все, что вам нужно, ну в рамках возможностей астры. Не забудьте про телефон и email, что здесь у нас это не выводится. И надо эти HTML-блоки продублировать для планшета, для телефона. Разобрали еще не все. Если я кликну вот сюда на нижнюю шестеренку, здесь в правом нижнем углу, у нас есть тип хедера настройки. То есть главные настройки, где у нас находятся все наши элементы, отсюда мы можем перейти в режим редактирования. Но у нас еще есть, видите, прозрачная шапка. И мы ее еще с вами не смотрели. Включить на всех страницах. Здесь переключайте, чтобы пока что отображалась на всех. Для разных типов страниц можно настроить. Я перешел в дизайн, background overlay, то есть overlay это наложение, background заливка. Сделав фиолетовый, видите, покрасилась вся шапка. И это для компьютерной мобилы. Только для мобилы. Тогда для компьютера возвращается у нас, а на мобилке шапка будет фиолетовая. Или только для компьютера. Тогда вы видите, на мобилке становится как было, на компьютерной фиолетово. И для разных типов страниц, если нужно, какие-то настройки дизайна, цвет иконок отдельно можно сделать. Я такой использовать не буду. И также другой логотип для прозрачной шапки можно назначить. И для рейтинных устройств. И ширина логотипа. Мы с вами не коснулись нижней колонки, но вы должны понимать, что вы по аналогии сюда можете вставить и другие варианты контента, виджеты. И даже дополнительное меню, которое можно отдельно настроить, включить, создать в самом WordPress и здесь вывести. Мы с вами, в принципе, более-менее разобрали конструктор шапки. Сюда, скорее всего, в процессе этого обучения будем, наверное, возвращаться еще по настройкам. Но мы с вами движемся дальше. Нажимаем стрелку назад. Следующие у нас хлебные крошки. Переходим. Очень важные настройки для SEO-оптимизации сайта, для поисковиков. На сайтах, блогах, интернет-магазинах хлебные крошки нужны не только поисковикам, но и людям. Люди, провалившись внутрь статьи или внутрь карточки товара, из запроса в интернете быстро смогут сориентироваться, потому что хлебные крошки – это, по сути, путь с главной страницы до корневой записи или товара. То есть он будет видеть вот этот путь вложенности. И обычно он выводится в шапке сайта, после шапки сайта. Здесь как раз-таки у нас тема Astra дает нам возможность. Изначально у нас выставлен нет, мы обязательно это включаем и включить где можем. Внутри, после, перед заголовком. Чтобы понять, нужно смотреть все варианты, где больше подойдет. Это в верхней части сайта должно быть. Если после я поставлю, выводится вот такая плашка. На странице магазина я ее вижу. То есть вот главное стрелки показывают и товары. Соответственно, если я провалюсь в карточку товара, уже на этой странице будет путь показан, да, что главное – товары, и я нахожусь в конкретном товаре. Это надо выводить на сайте и оставлять. Вот сейчас у меня в примере. И здесь уже надо смотреть. Перед, после заголовком. Внутри. Как больше нравится. То есть внутри это получается прямо в нашей шапке. Но смотрится некрасиво, я бы оставил так после. Ниже настройки разделителем можно задать, но оставлять по умолчанию. И решайте, на каких страницах хлебной крошки не выводить. Отключить на главной странице. На главной можно отключить. Это нужно именно в блогах, в магазине. Отключить в блоге, в записи оставляем. Отключить в результатах поиска. В результатах поиска тоже это не нужно. На странице результаты поиска. Отключить в архивах тоже я бы отключил. Отключить на странице. Оставим. Отключить в записи. Оставим. Отключить на одиночных. Отключить на странице 404. Отключаем. Также есть вкладка дизайн. Например, можно задать, чтобы вы понимали, фон. Для хлебных крошек. И другие элементы дизайна. Я уже здесь подробно не останавливаюсь. Настройте самостоятельно. Внизу кнопки выравнивания. Вообще надо оставлять вот так, слева, потому что путь может быть длинный. Здесь показан. Но при желании можно сделать по центру или справа. И на мобильных устройствах путь у нас тоже выводится. В принципе, это нормально. Сохранимся. На фронтальной части сайта посмотрим. Вот как раз таки на главный. Я на главный сделал последние записи блога. Мы отключили с вами на главный. Но если я провалюсь в товар, здесь я вижу. Точнее провалюсь в блок, в статью. Если я зайду в магазин, здесь тоже выводится. С хлебными крошками закончили. Дальше блог. Как раз таки для блога я специально сделал главную страницу. Оформил. У меня тут не было статей. Несколько статей, чтобы можно было смотреть, какие есть настройки. И две вкладки в блоге. Блог архив. Здесь тоже я перейду на главную страницу. Первая у нас структура записи. Анонсы. Вот я вижу. Смотрите, здесь можно либо зажать мышкой, менять местами. Скажем, идет сначала заголовок, потом картинка, потом анонс текста. Наверное, так бы я и оставил. И глазиком можно вообще скрыть, чтобы не выводились. Видите, вообще изображение анонса записи блога. И также скрываются другие элементы. Настройки мета. То есть это у нас относится к комментарии рубрики автор. То есть вот у нас ссылки оставить комментарий. Глазиком скрываем. Скрывается. То есть если из анонса хотите скрыть ссылку. На самом деле эта ссылка будет вести, если мы нажмем на полную статью, именно оставить комментарий. То есть это полезные ссылки, я бы их оставил. Но если хотите скрыть рубрику, которая относится к этой записи, то можно скрыть. Рубрик это по сути категория. Или скрыть автора статьи. Также у нас скрыто по умолчанию. Можно еще включить здесь дату публикации. И метки. Ну метки я бы включил. Ну и дату публикации я бы тоже включил. Метки включил, но метки мы не видим, потому что метки я не добавил при создании записи. Вы должны понимать, что когда записи вы создаете, надо добавлять метки. Тогда, конечно, они будут здесь показаны. Содержимое записи. У нас идет отрывок. Ну так и есть. Если мы переходим в блок, мы должны видеть сначала отрывки. То есть часть статьи. Чтобы видеть полную статью, вам нужно нажать на заголовок. Так сказать, провалиться в полную статью, где будет полный текст статьи и возможность комментирования. Соответственно, можно нажать полное. Тогда будут полные статьи вводиться, что я делать не рекомендую. Ну и также мы видим текст больше настроек в Astra Pro. Мы позже с вами, кстати, посмотрим, какие, прям наглядно, какие возможности дает Pro-версия темы Astra. Далее у нас с вами есть еще вкладка «Произвольная ширина». То есть вы можете задать ширину каркаса области ваших записей, ваших статей. Не забывайте, что вот здесь у нас есть область «Отведена для сайтбара». В блоге обычно здесь выводятся какие-то виджеты. Позже об этом посмотрим. А для страницы магазина в виджетах обычно выводятся элементы фильтрации товаров и так далее. До виджетов, как я сказал, мы с вами доберемся. То есть здесь вы можете решать, может быть, поуже вам больше нравится блог, там пошире. Я ставлю 1200. И также вкладка «Дизайн». Вы можете в дизайне на вкладке для блога управлять только размерами заголовков для разных моментов. Размер шрифта заголовка записи, вот у нас, и сразу иконка. Настроить можем размер. Например, если вдруг какие-то длинные у вас заголовки, на мобильных это смотрится не очень хорошо. Для компьютера 30 по умолчанию. Смотрите, 10 дел, увидите, сразу заголовки стали маленькие. То есть дальше вы понимаете. Перейдем в планшет. Для планшета отдельно. Для планшетной версии вот я сделал поменьше. Если заголовки слишком большие, крупные. Ну и для мобилки тоже свой размер. Дальше мы с вами переходим. Настроили с вами анонсы. По сути, теперь запись это настройки для записи. То есть, когда мы находимся внутри статьи. Давайте я провалюсь в какую-нибудь статью. Там, где мы можем оставлять комментарии. Здесь тоже решаем порядок, скажем, заголовок выше записи. Ну, по идее, так должно быть. Я оставляю так. Скрывать можем тоже. Например, если в полной статье основное изображение не надо выводить. И другие элементы вот так глазиками мы можем скрывать. Мета. Смотрим. Комментарии рубрики автор. Вот у нас рубрики, вот автор, вот ссылка. Скажем, если я скрою комментарии. По сути, это прокрутка до области комментария. Если статья длинная, удобно нажать, чтобы прокрутила сюда. Давайте посмотрим с фронтальной части сайта. Провалюсь в статью. Видите, ссылка внутри статьи что делает? Нажимаю, она прокручивает до формы комментариев. Учтите, если будете здесь это отключать. Потому что статьи длинные, удобно будет человеку нажать, оставить комментарий, чтобы сразу промотала сюда. Также у нас скрыты по умолчанию даты публикации метки. Решайте, показывать или нет. Включить похожие записи. Если включаем, появляется внизу под статьей дополнительный блок. Вот у меня подставляется «Привет, мир! Без картинки» дефолтная запись WordPress и моя другая запись по поводу цифровой техники Sony. Вообще такой блок лучше включать, чтобы человек знал, что у вас есть и другие статьи и подольше задержался на вашем сайте, прочтя одну статью, потом перейдя, провалившись из похожих в другие статьи и так далее. Но у нас получаются новые настройки, если мы это включаем. Заголовок вот этот можете поменять. Что еще там почитать? Или если у вас видео сайт? Еще видео там можно написать. Выравнивание этого текста. Здесь все понятно. Общее количество похожих записей можете сделать больше. У меня и другие есть похожие. Вот они сейчас выскочили. Количество колонок. То есть, смотрите, можем даже выставить в одну колонку, но это не очень хорошо. Выставить в 4, то есть вот так вот, чтобы это поражалось. Ну, я сделаю, наверное, в 3. И пускай 3 и выводится. Также тонко вы можете настроить. Вот здесь есть запрос записей. Кликай по карандашику. Похожие записи по рубрикам. Сортировку можете назначить. Порядок возрастания и бувания. Или отображение по меткам. Дальше. Структура записей. Изображение. Тайтл. Решайте, что отображается. И также местами менять можно. Заголовок будет показан над картинкой, но здесь это не очень смотрится. Картинку и заголовок я бы оставил, но вот эти вот моменты, оставить комментарии уже под статьями, которые читать еще. Я такое рекомендую, конечно же, скрыть. Скрыть автора. Рубрику, наверное, можно было бы оставить. А вот комментарий, ссылку я тоже скрою. Вот так вот. Во-первых, смотрится поинтересней. Ну, тут еще колонки, наверное, все-таки в этой 1200. Лучше сделать количество колонок. Тогда 4 отображения и колонки по 2. Вот так. Просто вот здесь у меня нету... Привет, мир! Нету записи, а точнее нету фото, поэтому смотрится так коряво. Давайте я сохранюсь и вообще эту запись пока сниму с публикации, чтобы она не портила нам вид. Да, ну и давайте настройки закончим. Включить отрывок записи, то есть это вступительный текст под вот этими моментами, если хотите, оставлять. И количество символов, обрезка анонсов, чтобы немного текста у нас выскакивало. Но я показывать это не буду. Сохранить. Настройки с вами посмотрели. Не забывайте, есть настройки дизайна. Например, background. Придать легкое отличие, скажем, этого блока от основной статьи. Ну вот так вот я сделал по 3. Думаю, что смотрится в принципе нормально. Блок мы с вами разобрали. Нажимаю назад. Дальше у нас идет как раз таки сайдбар. Прежде чем мы с вами начнем разбирать сайдбар отсюда. Вот, например, ширина сайдбара. Внизу видите вот эта область. Нам нужно сначала вывести контент в сайдбар, прежде чем мы вообще будем ознакомиться с этим сайдбаром. Давайте я отсюда выйду. По крестику здесь нажимаю «Выйти из настроек шаблона». Смотрите, внешний вид. Виджеты. Вот эти виджеты как раз выносятся в различные части сайдбара. В зависимости от темы, которую вы используете, сайдбар может быть отличаться. У нас есть, где мы можем добавить контент, основной сайдбар. По плюсу вот здесь, да, «Гутенберг». Вот у нас и есть «Гутенберг». Он уже в виджетах работает. Посмотреть все. И здесь через поиск, например, любой виджет можем перетянуть. Вот, например, у меня есть меню, чтобы просто посмотреть, где он будет отображаться. То есть я перетянул это в основной сайдбар. Это мое созданное меню WordPress. Дальше шапка. В шапку можно добавить секция 1. Но здесь на самом деле у меня ранее было добавлено виджеты. Если вы делаете с нуля, у вас здесь будет пусто. Вот так вот. Итак, в основной сайдбар я закинул меню. Вы можете закинуть любой другой контент. Смотрите, на странице блога обновляюсь. И сразу вот выводится виджет. Только на блоге. Если я зайду в магазин, здесь нет. Здесь мы выведем фильтры для поиска товаров по критериям на других страницах. Видите, это везде. Это именно страницы и блок. На примере одного виджета вот я вам показал, как выводится. Мы сейчас с вами разберем эту вкладку. Именно в настройках темы Астры. Пока что не трогаем с вами сайдбар. У нас есть сайдбар WooCommerce. Вот отдельный. Давайте пока мы здесь. У нас здесь в списке есть разграничения. Вот, например, WooCommerce. Или выше у нас с вами есть виджеты. Здесь есть, например, фильтрация товаров по атрибутам. Давайте на основе этого виджета сайдбар WooCommerce. Здесь тоже есть свои настройки. Фильтр по. И здесь уже идут альясы ваших созданных ранее в WooCommerce именно атрибутов. То есть поиск по атрибутам. Это поиск по цвету, по размеру, по сантиметру, по граммам. В зависимости, все зависит, какой у вас товар. То есть кто не смотрел мои уроки по WooCommerce, то есть если вы пришли с нуля и сам плагин WooCommerce интернет-магазин вы не разбирали, не знаете, как он строен, конечно, сейчас вам будет непонятно. Вам надо посмотреть обязательно мои уроки бесплатные по WooCommerce сначала. На моем сайте fedorvasilev.com найдете список уроков. Мы сейчас разбираем именно тему Астра. Значит, смотрите. Вот так вот я оставляю. Обновить. Проверяем сейчас с вами просто. Это у нас сайт WooCommerce. Вот у нас магазин. Пока не видим. Будем дальше с вами смотреть. Во-первых, вернемся в тему Астра. То, что мы с вами смотрели только что по настройке блога. Вы можете видеть здесь такой карандаш. Если вам удобнее, вот вы видите, мы вывели виджет. Отсюда по карандашу вы можете перейти на стройке виджетов основной сайтбар. То есть отсюда вот этот виджет. Играть с этими настройками. Удалить его. Отсюда именно. Отсюда добавить еще виджетов. То есть если удобней, прямо отсюда. Мы видим карандаш. Что касается блога. То есть у нас вот ниже есть некий блок. Мы его касаться не будем. Но это стандартные виджеты любой темы. Они по сути как бы и не относятся к Астре. К Астре относится вот этот блок настроек. Это все стандартные настройки самого WordPress. И это все находится в любой шаблоне, в любой теме. а WordPress. Просто я вам показываю, что отсюда можно перейти в настройки сайтбара. Возвращаемся именно в сайтбар. Здесь разметка по умолчанию. Во-первых, вы решаете левый, правый сайтбар. Например, вот мне удобно слева в блоге, чтобы сайтбар выводился. Посмотрим. Магазин мы пока не видим. Вот здесь это видно. Вот здесь вот у нас была область для виджетов. Но пока виджетов здесь нет. Если, конечно, внутри товара нужно делать вам вот этот блок. Потому что если это блок фильтрации, то надо делать именно в списке товаров. Именно вот на этой странице. Или похожих страницах. Но когда мы заходим в карточку товара, здесь обычно не выводят виджеты. Но если нужно какие-то рекламные, возможно, блоки вставить, то это общее расположение виджетов для всего сайта. Левый сайтбар мы выбрали. Видим, что здесь тоже теперь стала область слева. Для простых страниц, именно страниц WordPress, страницы акций, других страниц. Если мы сейчас перейдем, у нас сайтбар выводится. Вот, например, для страниц без сайтбара можно сделать. Обновляется тогда именно на тип страниц. Страницы не будет вообще сайтбар выводиться. Для них тоже можно сделать либо слева, либо справа. Дальше, для записи тоже сделать. Да, нет. Запись это у нас блок. Получается, у меня блок выводится на главный. Зайду, провалюсь именно в сам товар. Видим, сайтбар здесь выводится для записи. Можете справа сделать, если это нужно. Без сайтбара. Тогда внутри записи сайтбара не будет. Вот так. Также архивы. Архивы. Вот, например, WooCommerce. Это наш магазин. Это вот как раз то, то, что мы не видим. Мы назначили здесь вроде фильтрацию, но у нас стоит без сайтбара. Не назначен сайтбар. Мы выбираем левый. Ну или справа. Вот выводятся цвета. Это фильтр по цвету я сделал. Белый, черный. А сортируется товар по белому. Черный, значит черный. Еще надо отметить, что у нас есть дополнительные виджеты, которые можно отдельно установить для Астры. Позже с вами посмотрим. Мы с вами вывели настройки сайтбара для магазина. Для товаров по умолчанию, то есть давайте зайдем в сам товар. Левый. Во-первых, ширина сайтбара сделаем, наверное, поменьше в зависимости от контента. Смотрите, для товаров я сделал без сайтбара. Если надо, оставляйте сайтбар, размещайте контент. Во-первых, убирая сайтбар именно с товаров, вы видите, какая карточка становится побольше, смотрится поинтересней. И мне сайтбар в карточке не нужен. У вас все будет ниже. Там апсейлы, кроссейлы, похожие товары. Если только какие-то свои информационные, рекламные, возможно, колонку надо вывести, тогда мы сайтбар оставляем. Вот так вот настраивается расположение. Но это еще не все. Сайтбар мы разглядели. Надо понимать, что от темастра есть дополнительные опции, где можем скрывать, показывать для страниц WordPress элементы. Давайте сейчас взглянем на них. То есть я перейду страницы, перейду магазин, например, страница магазина WooCommerce. В любую страницу можно перейти, увидеть здесь вот такую-то иконку. Это логотип Astra. Видите, настройки Astra. Кликнуть и появляются опции. Для каждой страницы вот такие опции от Astra появляются. Смотрите, сайтбар, опция настроек, левый, правый. То есть для конкретной страницы, именно для страницы магазина. То есть если вы хотите для всех страниц глобально, например, сайтбар назначить из настройка Astra, но для конкретных страниц можно сделать скрыть без сайтбара или левый, правый. Опции настройщика. Это как раз получаются глобальные настройки, то, что мы сейчас с вами только что смотрели настройки сайтбара из темы Astra. Это опции настройщика. Разметка содержимого блоками, содержимое в блоке, внутренняя ширина, это все можно тоже настроить. Page Elements, то есть скрыть элементы. Disable, типа скрыть хедер, отключить шапку. Disable before header. Отключить там футер, отключить изображение записи. Прозрачная шапка, включить-выключить. Например, на странице магазин, вот само слово магазин, да, ну вот зачем выводить. Отключить заголовок. Я включаю. Сохранить страницу, обновить. Обновляем слово магазин прячется. Возвращаемся с вами настройки темы. Следующий у нас идет конструктор футера. Для вас уже это должно быть знакомо. Это конструктор абсолютно работает аналогично, как и конструктор шапки. Поэтому здесь, я думаю, мы с вами будем чуть так бегло пробегаться. Посмотрим, какие здесь есть тоже варианты. Например, HTML, HTML2, футер меню, социальные кнопки там можно вывести. И первое, что надо отредактировать, копирайты поставить свои. Вот у нас уже есть копирайты плиткой здесь. Вот она. Заходим в настройки, видим весь текст, просто меняем на свое. Это видно и здесь. слово копирайты можно убрать. Вот, например, видите? И так же по центру слева-справа скрыть на компьютерах можно сделать. У нас серого цвета подвал на вкладке дизайн можете сделать в дизайн. Так, это цвет текста. размер шрифта в принципе размер меня устраивает. И внутренний отступ. Это именно настройки текста копирайтов. Вот здесь вот вы вписываете что хотите. Вот в эту шестереночку я провалюсь. И здесь фон. Я, наверное, сделаю так сказать немножко по дизайну ближе к фиолетовому. Вот так вот, да? здесь вы решаете колонки. То есть вы можете во-первых разбивать на колонки. Вот нижняя у меня, да? Максимум шесть. Вот разбито на шесть. Ну, самую нижнюю наверное я бы оставил копирайта один. Но у вас есть еще две большие колонки где вы можете размещать контент. Разметка. То есть вот у нас она показана. также для разных устройств можно все это посмотреть. Расположение дочерних элементов друг под другом в одну линию. Ширина полная по ширине содержимого. Высоту вертикальное выравнивание вверх-вниз скрыть на компьютерах. Вот так вот это смотрится. Фиолетовый подвал. Копирайты поменяли на свои. И теперь контент который можно туда расположить. Захожу просто в шестеренку. Во-первых смотрите здесь уже именно соотношение колонок. Одна больше на иконке видно другая меньше. Равные колонки четыре штуки. И соотношение тут иконки тоже меняются. Левая больше другие меньше. Видно это здесь. Причем на планшете вот такие варианты. На телефоне еще есть в одну колонку например разные варианты. Сейчас мы просто по сути делим на колонки. Остальные опции вам уже нет смысла объяснять. Они идентичны. Настройте уже самостоятельно. Например вот это мы не настроили. Здесь то же самое. Четыре я например делаю. И посмотрите сколько областей для контента. далее я просто нажимаю по плюсу по плюсу добавляйте виджет. Появляется вот такая вот настройка. Кликая по самому слому виджет слева появляется дополнительная кнопка добавить блок отсюда. Появляются гутенберговские любые элементы вытягиваете вот в эту область в подвале. Либо по плюсу то же самое. Но мне кажется вот так удобней. Давайте я возьму например календарь. Это обычный календарь WordPress. Пускай отображается здесь. Мне сейчас важно именно показать как это настраивается. Во второй ячейке смотрите также виджет нажимаю. Потом по шестереночке по плюсу можно через поиск найти меню список страниц. вот тоже будет пример в третьей колоночке также добавляю еще виджет или вот такой хотел я пример список категорий товаров просто списком и с количеством товаров в каждой из категорий. Вот этого я думаю достаточно чтобы понимать как настраивается именно конструктор сайдбар вот видите нижняя часть заполняется просто контентом. дизайн все легко настраивается соответственно эту колонку это средняя колонка вот переходите настраивайте фон и все ну конечно не забывайте еще прогонять через мобилку потому что здесь надо настраивать вы видите что происходит места мало на планшете то есть если я смотрю на компьютерной версии нормально здесь уже нехорошо я выбираю вот этот вариант то есть здесь на компьютере остается так а здесь то есть мы сейчас адаптируем под мобилку смотрим на мобилке уже в одну колонку должно быть и так это работает да здесь все хорошо думаю здесь с конструктором футера более чем понятно учитывая что мы разобрали конструктор шапки дальше у нас идет производительность но здесь у нас практически и нету ничего кроме загрузить шрифты google локально если мы этот ползунок включаем то есть кто не знает все что стороннее на сайте у нас идет интеграция это google шрифты любые шрифты шрифтовые иконки если тянутся с сервиса google карты яндекс карты всевозможные скрипты счетчики аналитики установлены на сайте плееры разные плееры youtube музыкальные плееры это все нагружает сайт и есть некие обходные пути которые предлагаются загружать шрифты google локально предзагрузка локальных шрифтов можно включить небольшая наверное прирост производительности будет если мы загрузка шрифтов google локальной и предзагрузка локальных шрифтов включаем то есть я рекомендую включить визуально скорее всего это видно не будет но должно влиять на производительность в лучшую сторону иначе бы не стали бы делать эту опцию дальше вкладка идет woocommerce эта вкладка имеет отношение непосредственно к woocommerce плагину интернет-магазина первое уведомление магазина то есть это просто сообщение это в любом в принципе можно шаблоне сделать включая эту опцию здесь можете написать текст например вы хотите демонстрировать чтобы человека не вводить в заблуждение чтобы он не попытался что-то купить подумав что это реальный рабочий магазин можно сверху вывести это домомагазин для тестирования заказы не используются и окно этот человек может закрыть если это нужно можете текст свой добавить и использовать это окно каталог товаров здесь есть настройки есть вопросики наводя мыши на которые здесь подсказки есть выберите что отображать на основной странице магазина основная страница магазина это наша страница создающаяся автоматически при создании woocommerce то есть установки плагина на wordpress просто список товаров это и есть страница магазина и здесь есть выбор показать товары отображать категории отображать категории товаров То есть у нас же товары разбиты по категориям. Мы можем вывести вот так вот, главную страницу магазина. То есть сначала выводится категория. Но смотрите, категориям к этим я заведомо загрузил картинки, поэтому так выглядит. И вот название категории. Видите, Canon и количество товаров в нем. Fujifilm, Nikon, Sony. Отсюда только я могу провалиться в Canon товары. Если такая вложенность нужна, вот здесь можете решить. Отображать категории и товары можно сделать. Тогда будут отображаться, давайте перейдем в магазин. Сверху категория, а снизу просто последние добавлены товары. То есть как вам больше нравится. Но я обычно показать только товары делаю. Следующее, отображение категории. Показывать товары. Показывать под категории, если есть, но у меня нет на этом сайте. Отображать под категории товары. Исходная сортировка товаров. Упорядочить по последним стоит. Вот эта сортировка. Сортировка. Человек сам может выбрать, как отобразить товары. А вы можете по умолчанию выставить, как они должны здесь изначально выглядеть, как сортироваться. Ширина содержимого архива магазина. По умолчанию можно задать произвольную. Именно магазина. И появляется ползунок. Вот, просто. Ну, я, наверное, сделаю 1400. Давайте посмотрим на реальном. Фронтальной части сайта. Я сделал побольше. Если я перейду в блок. Блок у меня как бы должен оставаться, по идее, неизменен. По идее, это должно быть только для магазина. Колонок магазина. Вот как раз таки 4-2. Отображение. Видите, в ряду по 2 товара. Решайте, сколько нужно. Причем, знаю, что многие любят на телефоне по 2 товара. Вот так. Если не устраивает, вот я перешел на режим редактирования мобильной версии. Выбираю 1 товар. И тогда будет 1 товар в колонку. То есть, настраивайте даже адаптивность здесь. Товаров на странице 12 штук. Потом идет постраничная навигация. Вот решайте, сколько товаров будет на странице отображаться. Ниже структура магазина. И скрывать можно элементы отображения. Рубрика, заголовок, рейтинг, цена. Добавить в корзину. Ну вот, например, добавить в корзину я скрою глаз. Глазиком. Кнопка исчезает. Видите, отсюда добавить в корзину нельзя. Ну, конечно, такое лучше не скрывать. Показывать на сайте. Краткое описание у меня не вводится. Можно вывести. Краткое описание, если добавляли к товарам, можно вывести. Так, настройки здесь закончены. Сохраняемся. Дальше. Товар. Если перейдем внутрь. Вот разговор об этом. Карточка товар. Отключить хлебные крошки. У нас отключаются хлебные крошки. Вот здесь вот они были, обратите внимание. Именно которые идут от WooCommerce. Вот они, я включил обратно. Мы, если выводим хлебные крошки, ранее проходили, темой, тогда здесь идет дубликат. Здесь тогда необходимо скрыть, чтобы только здесь оставались. Больше настроек здесь нет. Изображение товара. Здесь просто настраивается размер, ширина основного изображения, ширина миниатюры. И соотношение можно сделать произвольно. Прописать изображение обрезки, без обрезки. Уже смотрите в зависимости от ваших картинок, которые вы используете. Корзина. Включить кросселлы. То есть, чтобы в корзине были видны некие кросселлы. Дополнительные рекламы других ваших товаров. Лучше включить. Что такое кросселлы обселлы? Это уже проходило я в самом WooCommerce. В курсе про WooCommerce. Оформление заказа. Если выбираю, нас сразу даже перенаправляет, чтобы человек понимал, что разговор об этой странице. На эту страницу вам нужно отдельно зайти и скрыть сайтбар. Потому что, смотрите, здесь область для сайтбара выводится, здесь она нам не нужна. Название компании поле. Это вот эти поля, некие поля мы можем скрывать. Например, скрыть, если очень много полей. Да, зная, что мы не можем скрыть все, что нам необходимо, для этого придется ставить дополнительный плагин, но что-то можем. Дополнение к адресу поля. Уж слишком много здесь полей. Я скрою тоже. Телефон поле обязательно опциональное, либо скрытое. Но телефон это, наверное, важная вещь. Выделить обязательно поля звездочкой. Ну да, красной такой звездочкой. Лучше показывать. Политика конфиденциальности. Выводить ли страницу? Да, выводить. Я считаю. Она создана заранее у меня в страницах в WordPress. Страница правила и условия тоже это отдельная страница. Ваши личные данные, текст, который вот здесь отображается. Если хотите поменять, меняйте здесь. И тут идет шорткод. Это ссылка на политику конфиденциальности. Здесь, в принципе, все нормально. Настроек здесь немного. Для WooCommerce в Pro версии, конечно, гораздо больше интересных, очень классных настроек. Сейчас мы будем смотреть, какие есть. WooCommerce закончили. Следующий блок настроек, как я уже сказал, мы не рассматриваем. Здесь частично мы делали этот фавикон, который здесь загружался. То есть ниже вот эти моменты, это все стандартные опции, темы, в принципе, любой темы. Это не относится никак к Астри. Это всегда у нас здесь есть в любой теме. То есть это обычное меню, настройка меню, которое настраивается через меню. Отсюда можно настроить или через меню WordPress. То есть, по сути, вот они, настройки. Мы с вами закончили. Давайте оформление заказа. Все же я покажу. Сайдбар. Помните, на таких страницах надо отключать. Давайте отсюда оформление заказа перейдем. Вот этот блок. Он, видите, как он, во-первых, сокращает страницу. И здесь сайдбар нам никак не нужен. Страницы переходим. Вот у нас есть оформление заказа. Переходим сюда. Вот у нас сайдбар. Без сайдбара. И обновить. Обновляем страницу оформления заказа. Страница становится больше. Сайдбар мы отсюда убрали. Ну и на похожих страницах вы теперь уже без труда уберете сайдбар. Настройка платежных шлюзов, типа U-Cassa, PayPal, Robocassa. Это все вы должны понимать. Это не относится к шаблону. Это плагины отдельные, которые настраиваются в интеграции с самим WooCommerce. Далее мы с вами переходим. Здесь есть опции Astra. Интересная вкладка. Рассмотрим ее. В этом блоке все то же самое. Дубликат того, что мы с вами проходили. Конструктор футера, конструктор хедера, настройки макета. Вот здесь вот вы должны понимать, что есть бесплатные и платные. Мы можем загрузить готовый шаблон на основе Gutenberg, на основе Elementor. Если вам так удобнее и не хотите вникать, и времени нет. То есть нужно готовый уже внешний дизайн, заранее увидеть его, как он понравится, не понравится. То, что понравится, выбрать, загрузить и просто отредактировать контент под себя. То есть таким образом вы быстро соберете сайт. Если такой вам вариант подходит, мы сейчас с вами разберем, как работать с этим блоком. Следующий блок – это просто блок знаний, информация, рейтинг, связаться с сообществом Astra и так далее. А вот этот блок – это больше опций в Astra Pro и ссылки. То есть это получается как дополнительные аддонные плюшки. И узнать больше. Ссылка напротив каждой. Ниже. Расширьте Astra с бесплатными плагинами. Сейчас посмотрим, какие. То есть прямо сейчас, бесплатные, можно взять отсюда все, что нам необходимо, установить, настроить и использовать. Больше опций товаров. Например, когда мы настраивали хедер, многие задались вопросом, а как сделать липкую шапку? Но вы даже не понимаете, что тема-то бесплатная. И все такие полезные, прикольные плюхи – это все опции Pro-версии. Она так и называется – липкая шапка. Видите? Узнать больше, либо кликнуть по названию липкой шапки, нас перебросит на страницу блога тема Astra. И здесь нам показано, что в Pro-версии, вот стрелочками, видите, показано, можно организовать sticky header, называется по-другому. И прямо все показано здесь, все, как это все настроить. И вы даже не понимаете, что здесь в Pro-версии вы получаете просто большой пакет полезностей. Дальше про бесплатные. Например, отдельные виджеты Astra. Если кликнем именно сюда, нас перебросит в репозиторий на отдельный плагин Astra Widgets. То есть вы можете, здесь надо все, конечно, на русский перевести, посмотреть, какие виджеты мы получаем. Вот видите, здесь показаны скриншоты. То есть не хватает контента, бесплатно это, повторяюсь, бесплатно. Можно подгрузить еще виджеты сюда, установив дополнительный плагин. Кликну по вот этим названиям, это нас перебросит на страницу описания плагина в репозиторий. А прямо отсюда активировать мы можем нажать и установить данный плагин. Например, со шрифтами мы смотрели, многие задались вопросом, хотелось бы свои шрифты. Не вопрос. Бесплатно устанавливаете плагин Custom Fonts и загружаете свои шрифты. И это будет правильный вариант. Как раз таки избежим вопрос о нагрузке, когда мы интегрируемся с Google шрифтами. Потому что свои шрифты загружены на сайт, это прям маленький такой плюсик в производительность, скорость загрузки нашего сайта. Лучше, чтобы шрифты лежали прямо на сайте, используя этот плагин. Нужно только разобраться, как его настроить. Здесь, я думаю, все показано, рассказано, как настроить данный плагин. Просто устанавливаем мы его, качаем с интернета или еще откуда нужный шрифт, конвертируем шрифт в нужный формат согласно настройкам плагина, и используем произвольные шрифты на нашем сайте. С использованием темы Astra. Например, полезная опция импорт-экспорт. Вы создаете несколько сайтов с одной и той же темы, и сайты эти между собой будут выглядеть похоже. И получается задача, что каждый раз надо настраивать новый сайт с нуля, а здесь мы можем импортировать, экспортировать настройки нашей наработки. Отсюда давайте посмотрим вообще, как работает активация, установка дополнительных полезных бесплатных вещей к теме Astra. Сразу происходит активация. Отсюда, видите, ссылка меняется, деактивировать. Что происходит здесь? Если мы посмотрим в плагины. Мы установили плагин, вот он, импорт-экспорт. Отсюда тоже можем удалить, если нам больше он не потребуется. Как только мы это сделали, у нас вот здесь появляются, видите, два блока. Export Settings. Экспортирует настройки. Import Settings. То есть с этого сайта мы все сделали. Мы нажимаем экспорт. То есть появляются, видите, дополнительные опции бесплатно. Экспортируем все наши настройки в формате JSON на компьютер. В следующем сайте вы устанавливаете WordPress, устанавливаете эту тему, устанавливаете дополнительный экспорт-импорт плагин. И уже в другом сайте вы нажмете «Выбрать файл» и загрузите вот этот экспортированный файл JSON на другом сайте. И настройки должны все примениться, которые вы настраивали там. По дизайну, по цвету, по размерам шрифтов, по настройке мобильной версии разных страниц. Это все применится в одну секунду. Я вам показал на примере плагина импорт-экспорта. Соответственно, вы уже отсюда читаете документацию других плагинов и устанавливаете те плагины, которые вам отсюда подойдут, которые вам доступны. Можете расширить функционал бесплатно. Видите еще, что есть Ultimate Addons, точнее для Гутенберга. Но они подходят работать с темастры. Сильно увеличьте возможности Гутенберга. Смотрите, это бы моя была рекомендация. Помните, я в начале видео говорил, если будем конструировать какие-то отдельные страницы типа лендинга, лучше не использовать элементар, который хорошо подходит для таких целей. Гутенберг, думаю, он попроще и все-таки будет пошустрее. Это все-таки ядро WordPress. Если мы не ставим элементар, мы работаем, строим страницы за счет Гутенберга. Ну да, там нужно набить руку, потренироваться, как это делать, если вы еще ни разу этого не делали. Но мы можем взамен элементар лучше установить, я думаю, аддоны вот эти. И расширить тем самым возможности Гутенберга. И тем самым собрать страницы, какие нам надо, чтобы также отвечали все нашим требованиям за счет Ultimate Addons. Если не получится, или все же Ultimate Addons не подошел, и вы там привыкли пользоваться элементаром, без него уже как без рук, ну конечно, тогда мы ставим сюда элементар на этот сайт. Теперь самое интересное. Настройка готового дизайна. Бесплатные есть шаблоны. Мы можем здесь ознакомиться, либо установить плагин импорта. Я нажимаю установить данный плагин. У нас идет активация. И сразу перебрасывает вот на такую страницу. У вас сначала будет вот такая вот страница. Я нажму назад. Покажу, как на нее попасть. Смотрите, внешний вид. Теперь у вас будет здесь новая вкладка. Started Templates. Либо вы зайдете в темы. Здесь появится новая кнопка Start Templates. Переходя по ней, это вот мы сейчас с вами плагин установили, вы будете видеть вот такую страницу. Но изначально она у вас вот так вот, наверное, будет открываться. Вы здесь нажимаете на синюю кнопку и выбираете, на каком конструкторе должен быть построен шаблон для вашего сайта. Три варианта. Блок Эдитер. Это вот и есть Gutenberg. Elementor. И вот этот билдер, мне не знакомый, это какой-то аналог типа Elementor. Если вы с ним работаете, значит под него шаблоны ищите. Значит, Elementor, значит ищем под Elementor. То есть вы можете сейчас сначала предварительно посмотреть готовые варианты созданных сайтов на теме Astra с использованием вот этих билдеров. Как я уже и говорил, что лучше использовать, наверное, Gutenberg. Я по нему и кликаю. Вот здесь вы опять же можете отсортировать. Видите Elementor. Внизу показываются шаблоны, созданные на теме Astra с использованием Elementor. Я выбираю блок Эдитер. И дальше вы можете еще по категориям отсортировать там бизнес, блок и так далее. И есть поле поиска. Далее вы видите такие миниатюры. То есть я отсортировал только блок Эдитер. То есть без конструктора Elementor, без любого конструктора, чтобы сохранить производительность скорость сайта. На этой критерии, на этих условиях я ищу то, что предлагают. Не все шаблоны здесь бесплатные, имейте в виду. Есть и платные варианты. Но есть и бесплатные. Бесплатные, как правило, попроще. Например, вот этот вариант. Я сначала на него нажимаю. Он у меня подгружается. Я его вот здесь смотрю. С использованием WooCommerce, конечно же, я ищу. Потому что вот я вижу, здесь корзина есть, страница, оформление блока. Здесь выводятся товары. Например, он мне нравится. То есть это вариант для тех, кто сам собирать сайт не будет, а хочет сразу использовать шаблон. Думаю, таких найдутся много. Вот у вас есть возможность. Сразу подгрузить шаблон и просто отредактировать его под себя. Заменить товары, заменить картинки, заменить тексты. Заменить название пунктов меню и так далее. Слева у нас есть меню. Нам предлагают загрузить логотип. Нам говорят, что нужно там соблюдать размер. Вот здесь прям логотип подгружается наш. Логотип, его размер можно управлять. И кнопка дальше. Здесь вы можете сразу определиться с цветовой палитрой. То есть вкладка Color и Fonts. То есть цвета и шрифты. Default Colors я сбрасываю по умолчанию. Просто смотрю. То есть у нас для вот этой шапки. Дальше шрифты. И кнопка Continue. Дальше. Нам говорится, что у нас последний шаг. Заполните там имя, email. Для кого делаете My Clients для клиента. Импортировать настройки, импортировать виджеты и так далее. Я ставлю галочки и нажимаю на кнопку на синюю. И вот сейчас идет инсталлинг, установка. Темы, плагинов, fonts. Все, что я на этих шагах выбирал. Нужно дождаться окончания установки всего этого дела. То есть получается, все, что мы сейчас нарабатывали, сбросится, скорее всего. Потому что мы устанавливаем готовый шаблон. И у нас вот такая вот страница. Все готово. Даже какой-то некий фейерверк появился. Я сейчас прямо иду на фронтальную часть сайта. Смотрите, все получилось. Вы это видите. Загрузился вот и логотип сразу. Вот он блок, который, скорее всего, сделан Гутенбергом. Background, заливка, цвет и кнопка. Вот оно меню на английском, которое надо будет переименовать. Вот наша корзина. Вот мои товары. Это, конечно, все нужно корректировать, смотреть, как правится. Но я вам показал именно, как установить готовый шаблон. Давайте посмотрим на другие страницы. Ну, это настройка страницы. То есть это сам магазин. Все поменялось у нас. Вы видите About. То есть это о нас информация. Контакты. Конечно же, здесь все будете менять, добавлять еще страницы. Это какой-то небольшой магазинчик с небольшим количеством страниц. Но если вам так удобнее, вы можете подгрузить любой шаблон. Естественно, у нас установились разные там элементы VP-Forms. Это я всплывающее скрою. Давайте посмотрим. Вот видите VP-Forms. То есть вместе с этим шаблоном установился плагин. Скорее всего, это для сбора заявок. То есть вы даже не понимаете, что не только какие-то стили установились, но и, скорее всего, установились сопутствующие плагины, которые используются с данным шаблоном, который вы выбрали. Вот он, VP-Forms Lite. Поставился плагин здесь. Ultimate Addons с Gutenberg уже автоматически поставился. Все, остальные плагины здесь мои. Создались в страницах страницы. Home – это главное, которое вам надо будет переименовать на русский. И саму страницу, естественно, отредактировать. Как я и говорил, вот это выглядит, видите? Вот этот блок, сделанный, оформленный Gutenberg. Если я перейду по шестеренке, вот я вижу залитое изображение. То есть я сейчас показываю немножко вам в помощь, потом в дальнейшем, как вы это будете редактировать. То есть выделяется там заголовок. Цвет. Заголовка. Сам заголовок. То есть просто выделяете, пишете свой текст. Кнопка. Здесь появляется такая кнопка Start Templates. Вы даже можете видеть импорт, это импортирует, то есть внедрить в сайт. Готовые какие-то блоки, где просто заполните контентом под себя. А это все можно по категориям сортировать. All это все отображать. Dark, темные, light, светлые блоки. Дальше Pattern. Тоже готовые какие-то блоки можно загрузить на сайт. То есть это быстрое создание, да? Пейчат страницы, а тут страниц у нас нет. То есть вот такая кнопочка появляется здесь. На всех страницах она будет здесь. Итак, вы настраиваете все страницы. Выделяя блоки, меняя контент на свой справа. И меняя текст здесь. Видите? Не думаю, что это будет сложно. Да, это не так удобно, как Elementor. Но я думаю, страница будет пошустрее, если вы справитесь именно вот с Гутенбергом. По плюсу, смотрите, как посмотреть вот эти Ultimate Addon. Найдете здесь раздел Ultimate Addon. Это то, что вам поможет улучшить и даст больше возможностей при создании лендинг-страниц. Вот, видите, сколько всяких плюшек бесплатных. Наводите мышь и смотрите демонстрацию. Просто перетягиваете нужный блок на страницу и настраиваете его. Мы с вами рассмотрели настройки темы Astra. Рассмотрели, какие есть дополнения, дополнительные бесплатные шаблоны. Посмотрели то, что вы можете получить в Pro-версии. Думаю, после этого разбора у вас будет представление об этой теме и сравнение, подходит ли данная тема для вашего сайта, для вашего бизнеса или нет. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Я с вами не прощаюсь и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok